В 9 часов вечера очередной ДТП с участием пассажирского транспорта произошло на Тамерлановском шоссе в районе Хаттенкопра. Здесь столкнулись автобус Шаолин и Ауди 100. Обе автомашины двигались в одном направлении в сторону аэропорта. Водитель Шаолина утверждал, что легковушка поворачивала со второго ряда, спровоцировав столкновение. Но, по словам водителя Ауди, авария произошла по вине шофера автобуса, который не соблюдал дистанцию. Как объяснил владелец иномарки, он поворачивал направо, когда в машину на скорости врезался автобус. Если бы я поворачивал со второго ряда, как моя машина могла оказаться после удара на обочине, она бы откатилась вперед. К обоюдному согласию водители прийти не смогли и вызвали на место ДТП выездную бригаду дорожной полиции. В этом происшествии никто не пострадал, но автомашины понесли крупный материальный ущерб. Кто виновен в ДТП и чья страховая компания его возместит, выясняют сотрудники административной полиции. В девичество вечера сотрудников спасательного отряда департамента ПЧС вызвали в микрорайон до стык. Пожилая женщина, инвалид второй группы, попросила спасателей срочно подъехать и помочь вынести протекающий газовый баллон. Женщина в результате болезни прикована к креслу. Единственное, что она смогла по телефону дозвониться к дежурному спасотряда. Спасатели прибыли вовремя. В доме действительно скопился газ и до взрыва оставалось недолго. Газовый баллон спасатели вынесли в безопасное место. В 11 часов вечера к спасателям за помощью обратился молодой человек, житель улицы Жебек-Жулы. Он рассказал, что его больная мать, проживающая одна, уже долгое время не отвечает на телефонные звонки и не открывает входную дверь. Прибывшие на место вызова спасатели вскрыли дверь при помощи слесарных инструментов и прошли в квартиру. Хозяйку они обнаружили лежащей на полу в комнате. Как выяснилось, в таком положении она провела несколько часов не в силах добраться до постели. У нее были сильные боли и первое, что она попросила, дать ей обезболивающее. Позже спасатели вызвали скорую помощь и передали женщину в руки врачей. Сотрудники службы экономических расследований обезвредили пять преступных групп, которые занимались незаконной экономической деятельностью. Три из них выписывали поддельный счет фактуры с целью избежать налогов. Две другие занимались обналичиванием денег в банках второго уровня. Девять человек с санкции суда были арестованы. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружены изъяты 45 в печати, учредительные и бухгалтерские документы различных юридических лиц. Общая сумма оборота по указанным уже предприятиям составила свыше 62 миллиардов тенге, из которых только по предварительным данным сумма налоговых обязательств превышает 18 миллиардов тенге. Всего же с начала года в сфере ЛЧ-предпринимательства было возбуждено 81 уголовное дело. Четыре уголовных дела уже завершены по пяти ЛЧ-предприятиям. По двум приговор уже вступил в законную силу. В настоящее время вступил приговор в силу в отношении одного обвиняемого лица, по которому два юридических лица признаны ЛЧ-предприятием. Сумма налоговых обязательств по этим двум предприятиям составляет более 400 миллионов тенге. В общей сложности взаиморасчеты с данными ЛЧ-предприятиями имели более 80 различных юридических лиц, по которым в настоящее время проводится работа по сторнированию данных сумм и взысканию задолженности в бюджет. Помимо этого, сотрудники службы экономических расследований планируют провести проверку 61 предприятия, имеющих низкую налоговую нагрузку и, возможно, избегающих налогов.